Продолжение следует... Да, да, на МФЛ он участвовал. Стиля вам кали не будет? Нет, стиля не будет вам кали. Судя по всему, никогда, потому что сейчас такая история, что я предлагал Алексу прийти к нам перед МКС, предлагал ему поработать в долгую, то есть объяснил ему, что он мне нужен не на... Ну, что я ему предлагаю не на один месяц или не на четыре, то есть, понятно, МКС, МФЛ, а в целом я знаю ключ к успеху для того, чтобы Алекс Стиль стал полноценным персонажем в медиафутболе, просто индивидуально сильным классным персонажем. У него возгорелась искорка, у меня есть бензин, и мы могли бы поработать. Но он выбрал другой коллектив, соответственно... А Эрик знает, что есть игроки Тодротс, которые хотят прийти в МКС. Ладно. Кто видел, кто не видел, пока... Если говорить о трансферах, что я могу сказать? Сейчас, в данный момент, мы хотим посмотреть на Салима. Это игрок реалити, который выступал за реалити. Фил очень сильно любит Салима, но Салим сам изъявил желание присоединиться к нам, поэтому... Ну, два, два точно. Один трансфер уже практически состоялся. Главное, чтобы этот человек вернулся из Испании. Ой. Второй трансфер скоро будет, но это Салим. Я уже это спалил. Ну, скорее всего, Салим, потому что... Не скажу, что бог здесь слабый, но нужна ротация. Нужна ротация, и поэтому нам нужен крайний защитник. Ребят, насчет Арби, это я вам говорю открыто. То, что сегодня мы снимали ролик, сегодня на ролик позвали Арби. Но Арби это не трансфер. Ладо, ну, действительно, предложение было. Я вам обещал, да, говорить, что действительно Ладо сказали, что гоу к нам. Ладо сказал то, что он сейчас в смятении, потому что ему предлагают сразу несколько клубов. Это Амкал, Тудроц, на спорте. Еще не знаю, какие-то клубы. Но я так понимаю то, что на спорте перебили чем-то. Поверьте, блядь, ни один клуб, даже если вот, например, Тудроц с Амкалом и с Броками, блядь, соединятся вместе, мы не сможем предложить ту сумму, блядь, Володе, которую он получает на спорте. Ну, блядь, не в обиду, как бы, Володе будет сказано, но не стоит он, как бы, таких денег, да, чтобы платить за него столько. Стоит ли, Володе, чтобы он платить? Да, конечно, он хороший парень, да, хороший игрок, именно там, хороший. Но стоит ли он таких бабок, блядь, таких бабок стоит, блядь, не знаю, некоторые футболисты в РПЛ. А насчет Файт Найта скажу вам так, то, что не буду говорить, давайте вот так имен, потому что, ну, пока нельзя, попросили не говорить, вот мы сегодня с Никитом Женьковым встречались, я по некоторым темам сказал, возможно, один человек из нашей команды попадет в Файт Найт в аренду. Он сам изъявил желание попасть в этот клуб в аренду. И вот, ну, не знаем пока что, нет, это не я. Я бы им сказал, бля, ребята, заканчивайте страдать хуйней, не можешь срать, не мучай жопу, не создавайте вы команды, по-братски, я вас прошу, пацаны, не надо, просто не надо, вы заебали, вас очень много, вы, блядь, просто, блядь, из нихуя, вот по щелчку пальца вот так вот хотите, чтобы, сука, вот так вот по щелчку пальца вы хотите, блядь, залететь в медиафутбол, чтобы о вас всех узнали, чтобы вы лутали. Бабки, блядь, идите нахуй, пацаны, создайте что-то свое крутое, блядь, поваритесь где-нибудь сами, реально, надо сделать им, сука, лигу лузеров, блядь, вот эту, вот как правильно еще Коля делает, чтобы две команды зашли. Пускай не все новые команды поварятся вот в этой лиге, когда вы там, ребята, докажете, когда вы проявите там интерес, когда вы там что-то выиграете, тогда подниметесь. Поэтому как-то так, блядь, вот это мой, блядь, совет этим новым командам, вот и все.